В НБА прервалась 24-матчевая беспроигрышная серия команды Golden State Warriors. Русский боксер Рой Джонс потерпел поражение в своем первом поединке в Москве, а британские ученые утверждают, что картинки с котиками вызывают у людей агрессию. Но говорить мы сегодня будем не об этом, потому что вы смотрите раздевалку на Zenit TV, и здесь мы обсуждаем только то, что связано с нашим любимым футбольным клубом. Меня зовут Денис Денисов, и сегодня в выпуске вы увидите. Шарики, шарики, много шариков. В Ньоне прошла жеребьевка 1-8 финала Лиги чемпионов. С Урала с любовью Шатов и Смольников продлили контракты с клубом. И немного эксклюзива в конце выпуска. Zenit Family возвращается. Уже 11 июня нашей национальной сборной предстоит сыграть против англичан в Марселе. Потом будут словаки и валейцы, но до этих матчей еще слишком много времени. А вот 1-8 Лиги чемпионов практически на носу. Бенфика. Опять? Снова? Ну сколько можно? Да-да, мы внимательно читали ваши комментарии сразу после жеребьевки. Zenit отправится на Эстадио Далуж в третий раз в своей истории. Мы бы с радостью рассказали, что символом Бенфики является Орел и перечислили бы еще миллион значимых фактов. Но все самое важное Геннадий Сергеевич Орлов поведал вам во время предыдущих противостояний. Поэтому немного о том, что именно изменилось в стане лиссабонцев с момента нашей последней встречи. Во-первых, Жоржа Жезуш, работавший с командой на протяжении 6 лет, променял Бенфику на спортинг. Там не обошлось без скандала и теперь с красными работает новый наставник. Руй Витория. Ему 45 лет, в прошлом сезоне он занял пятое место в чемпионате с Виторией Геморраеш, и пока для него даже не завели страничку в Википедии. Уругваяц Макси Перейра. Его вы точно помните, в 1-8 в 2012 году он забивал нам в обоих матчах, да и в прошлом сезоне провел против Зенита все 180 минут. Так вот, этому парню, похоже, после 8 сезонов надоело в лиссабоне, и он решил слегка изменить свою жизнь и подписал контракт с Порту. На стадии группового этапа Бенфика до последнего боролась за первое место с мадридским Атлетико, но в последнем туре команда Витории дома уступила матрасникам и итог этого матча оставил Орлов на второй строчке. Первая встреча состоится 16 февраля в Лиссабоне, а в Петербург 1-8 финала Лиги чемпионов приедет 9 марта. Пишите в комментариях, довольны ли вы жребием и чего нам ждать от очередного противостояния с Бенфикой. Очень-очень-очень хорошие новости. Игорь Смольников и Олег Шатов переподписали контракты с Зенитом до 2020 года. Зенит ТВ решил вспомнить, как все начиналось, и отыскал в своих архивах самые яркие моменты с участием уральской золотой связки. А какая у вас была мотивация ухода из Анджелии? Там вы были игроком, а снова вы вокруг вас строилась команда, вы постоянно играли. А здесь, извините, большую часть все-таки будет сидеть на скамейке. Ну, это вы думаете, чтобы сидеть на скамейке? Я на это не рассчитываю. Если я бы согласился с вами, то, думаю, грошится на мне как спортсмену, поэтому я приложу от себя максимум усилий, чтобы выходить в стартовом составе. Ну, конечно, тут очень классные игроки, то есть высочайшая конкуренция, но я думаю, наоборот, конкуренция – это хорошо, она поможет мне развиваться. То есть не вижу проблем. Согласитесь, сейчас пересматривать эти интервью особенно круто. Два игрока, без которых невозможно представить сегодняшний Зенит, присоединились к команде лишь два с половиной года назад. И если Смольников, на удивление, быстро стал важнейшей частью обороны петербуржцев, то Олегу Шатову на адаптацию понадобилось чуть больше времени. Первый год ушел на поиск подходящей позиции на поле и, пожалуй, не стал феноменальным. Однако уже в следующем сезоне Шатов привык к новым партнерам и начал зажигать на всю катушку. Мы вряд ли забудем матч в Лиссабоне, когда Олег отдал голевую передачу и в целом продемонстрировал колоссально высокий уровень футбола. Роль Андре Вилашбооша в прогрессе обоих игроков переоценить, наверное, невозможно. Именно после прихода португальца за Смольниковым закрепилась репутация человека, который способен пробежать 100 километров со скоростью Усейна Болта, по пути обыграть пятерых защитников, заработать пару пенальти, а потом еще и в обороне отпахать. С Шатовым ситуация аналогичная. Благодаря АВБ он нашел свое место в тактической схеме сине-бело-голубых и наглядно показал всей стране, что у нас еще остались ребята, которые не стесняются обыгрывать один в один. Пока Игорь Смольников переподписывал контракт, его супруга Екатерина стала ведущей проекта «Зенит Фэмили». И если вы вдруг не видели первый супер душевный выпуск, то срочно исправляйтесь. Там вся семья Мигеля Данни разговаривает исключительно на русском языке. Ну а у нас уже готов следующий эпизод, который вы увидите совсем-совсем скоро. Ну а пока небольшой спойлер. Ты вообще как бы такой-то идейный. Я, наверное, Екатерина, это знаю. Это не то слово. Это человек-идея. Я когда возвращаюсь со сборов, с поездок и так далее, она говорит, успокойся, мы еще и прошлое не реализовали, что ты задумал. Если он там стратегический план на год выстраивает, это очень страшно, потому что буквально через неделю, если вот эта неделя, да, сумасшедшая, он берет много всяких книг, ну, мыслей, все. После этого мы встречаемся, Слава приходит и говорит, так, вот у меня есть такая идея. Он только рассказал и ушел. Все начинают работать. Все делают, он через неделю приходит и говорит, слушайте, а что вы делаете? Конечно. А что вы делаете? Я с вами просто поделился. А что вы, зря 85 человек у нас в компании работает? Да. Кто-то же должен реализовывать мои идеи? Конечно. И слушать мой бред. Поэтому у нас, в принципе, периодически вот так бывает. Я залетаю и говорю, не-е-е-е, стойте. Друзья, как ни прискорбно, но это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Любите футбол, уважайте игроков команды соперницы и да пребудет с вами сила. Меня зовут Денис Денисов и увидимся мы с вами совсем-совсем, ну, прям совсем скоро. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok